здравствуйте уважаемые друзья это цена успеха и сегодня в нашей студии человек которого вы безусловно знаете по его работе в волгограде но вряд ли видели очно всем автолюбителям известны огромные рекламные экраны находящиеся около кинотеатра родины и на предмостной площади также большинство волгоградцев посещают крупные гипермаркеты и встречаются танцы рекламы на мониторах так вот автор всего этого рекламного чуда рубен аганесян и он сегодня в нашей студии здравствуйте добрый день на самом деле для волгоград несмотря на то что город миллионник у нас как-то достаточно медленно переживаются передовые технологии в бизнесе не только в рекламном бизнесе но и в других сферах что я подвигнула заняться именно вот таким таким видом рекламы все началось давно 8 лет назад у меня тогда был другой бизнес причем очень успешный я был на пике как бы мы занимались оборудованием и в области в городе доминировали на этом рынке но это было не то что душе нравится как говорится есть то что ты делаешь есть то что ты делаешь и тебе нравится и случайно в москве как будто тогда только пошло веяние индор тв внутрительно не в москве увидел случайно что в супермаркетах гипермаркет начали появляться мониторы это еще в 2003 году призадумался соответственно начал приблизительно прикидывать и тут как раз случилось то что в волгограде начали как грибы расти сетевые супермаркеты но если кто не знает у нас город например в россии занимает первое место по относительному количеству супермаркетов гипермаркетов до сетей торговых центров на душу населения точно мы рекордсмены сегодня в стране по в этим трем показательные гипермаркеты торговые центры и супермаркеты ну соответственно если идет рост мест продаж в которых и сущность бизнеса такого что размещать там мониторы мы решили как бы заняться этим идею условно говоря подсмотрели в москве но ее на свой лад немножко адаптировали с чем отличается вот сфера именно indoor рекламы как ты назвал от обычного рекламного продвижения ну во первых нас нельзя выключить это не телевидение канал не переключись во вторых нас нельзя не услышать и не увидеть ну хочешь не хочешь явные преимущества да это явные при хочешь не хочешь ты пришел сюда здесь ты будешь слушать нас и на кассе будет видеть нас будешь и в зале тоже мониторы висят поэтому реклама достигает непосредственно сознание потребителя другой вопрос что мы ему продаем если товар востребован нужный как бы да то он на него реагирует если ему это не нужно естественно не реагирует у вас же идет реклама не только того что продается в данном супермаркете вы же даете рекламу для всех участников рынка человек пришел за хлебом вы рекламируете автомобили такой же может а пояснил человек пришел за хлебом а у него в голове свои жизненные проблемы так жене купить новую машину на даче сделать ремонт там на застраховать в каско свою машину опять же то есть каждый приходится с вами рюкзачком проблем за плечами магазин зашел как бы эти проблемы отошли на второй план но они сидят под сознание и когда в этот момент человек находясь в магазине слышит что вот супер предложение по покупке автомобиля там рынок пример он собирался покупать nissan в этот момент да думаю то слушай а может быть я подумаю что это за рено послушаю но позвоню вот уточню как акция это его сподвигать у каждого есть определенные вопросы которые в этот период жизни человек решает чаша социологи провели следование есть понимание такое рекламного шума и любой человек воспринимаем да да любой человек у него есть уже шорли некоторые на глазах но в сознании он все пропускать через себя ничего не только выдергивает кусками татрует до что ему нужно поэтому если вы продаете что-то необходимое гражданам города или там людям посетителям этого супермаркета торговый центр то среагирует нет значит нет а что по экранам значит экраны однозначно тоже очень скажем так важный формат нашего рынка значит автомобилисты точно на них реагируют потому что но они расположены на всех местах где как бы в основном убывать пробки там если стоишь на светофоре до красный свет что человек делает он слушает музыку и смотрит вперед перед его глазами экран не заметить это сообщение не увидеть не обратно на него нельзя ярко динамичное изображение которое все равно скажем так хочешь не хочешь глаз тянется есть своя специфика потому что она без звука визуально только работает но чуть-чуть отличается от индора но тоже очень действенная реклама количество мониторов немножко сейчас ограниченно стоит потому что все таки волгоград не показал такую динамику как например тот же ростов в ростове там 15 мониторов у наших коллег уже висит но стоит как бы на улицах у нас тут пока но два наших едва не наших всего четыре монитора если какая-то специфика рекламы то есть представление тех или иных производителей товаров вот для такого вида визуальной рекламы как-то отсеиваются те кто эффективно продают через мониторы или через экраны или она универсальная нет она не универсальная есть виды бизнеса по которым очень хороший эффект идет и есть виды бизнес по которым нету какие практически ну в первую очередь конечно очень хорошо продуктовики у нас себя чувствуют тут понятно супермаркете рекламировать продукты потом очень неплохо очень неплохо реклама у нас отражается на продаже ну на не совсем продаж но на услугах банков банковская сфера да причем интерес что именно по банкам неплохой выход а вот например по скажем так соседние услуги это ценные бумаги так далее у них не работает да потом из наших постоянных клиентов это автодилеры для них скажем так в основном это брендовая реклама не продуктовая да ну будь не буду назвать какие компании но и несколько серьезных компаний которые у нас городе позиционируются они у нас на регулярной основе размещаются рекламу потому что бренд должен быть на слуху то есть если ну условно говоря есть там два дилера одной и той же марки человек просто как бы выбирает того дилеру который но больше на слуху потому что сейчас нету на рынке таких каких-то сильных разниц не может быть уникального предложения у одного дилера в отличие от другого там приблизительно одинаковые цены тут только скажем так качество услуги именно вот как продавцы в салоне обслужив человека и количество информации доведен до человека что вот есть такое предложение поэтому для автодилеров она очень хорошо работает ты работаешь как бы по франшизе ты филиал или это твоя собственная компания вот по мониторам внутренним по indoor tv здесь компания основана здесь мы волгоградские сейчас мы открылись в ростове уже два года в этом году но уже как бы в краснодаре открываемся там уже договора подписаны и мониторы как бы летом повесим касательно внешних экранов внешние экраны не наши московские компании city vision принадлежат мы здесь просто являемся их представителями продаем ты сказал в начале нашего разговора что работал в успешной компании но это тебя не удовлетворяло с точки зрения личностной реализации как бы правильно сказать да не был счастлив до в бизнесе а реклама это именно то чем ты все время хотел заниматься да я сейчас но полностью как бы чувствую радость когда еду на работу я тружусь очень много скажем так у меня есть близкие друзья которые готовы ту энергию тот потенциал который временной затрачиваясь на рекламу у нас все-таки трудный очень трудный бизнес именно вот наш очень трудный бизнес затрачивая на что-то другое можно было бы больших результатов финансовых достигать я возражаю ребятам груду вы поймите были финансовые результаты да как бы я одну себя финансово не неплохо чувствую даже еще вот с того бизнеса там есть другие доходы кроме вот рекламного бизнеса но душа хочет другого то есть у меня мышление немножко действительно креативно ни одна неординарной и вот я скорее больше проектный менеджер чем системный менеджер хотя совмещаю хотя совмещаю вот именно проектная моя часть всегда берет верх над системной частью и здесь в этом бизнесе я себя прям реализовал хорошо чувствую себя счастливым человеком ты считаешь что рекламный бизнес настолько отличается от каких-то других там бизнеса по продажам там были производственного бизнеса везде нужен креатив везде нужен креатив но вот лично я считаю что есть пирамида даника скажем так услуг товаров и так далее на самом верху стоит все-таки реклама потому что все что другое создается это можно ощутить потрогать так далее рекламу не ощутишь не потрогаешь то есть создается продукт только но из головы условно говоря то есть я каждый день новый появился новый продукт новые рекламы и так далее да да я буквально там каждый день у нас программа закачивает ролики на точке до каждый день вечером утверждаю все ролики которые у нас ходят на точке ну и смотрю их и вижу что мы развиваемся есть новые идеи новые ролики и новые там подача рекламы там одни и те же клиенты зачастую там по несколько разных роликов делают потом мы смотришь эволюции этих роликов дать для того же там хорошего клиента там за несколько лет могу быть десяток ролик роликов сделано рекламных и понимаю что мы эволюционируем вместе с клиентом интересно и очень здорово когда человек находит свое место в жизни кто-то из великих финансистов сказал если вы счастливы за прилавком сельского магазина то работайте в сельском магазине не надо придумать все потому что жизнь человека коротка и тут надо находить конечно занятие по душе если говорить о в бизнесе в целом как ты вообще попал в него это случилось даже наверное в 12 лет я тогда занимался ну мизмать нумизматикой собирал монет да собирал монеты но я где-то вот в 12 раз понял что монетка монетки рози например там как-то вот американский центр они ценятся больше чем индийские руки и в так вот с последующие два года методом обмена у нас там много народу собиралась я помню там человек 150 собиралась вот на этом небольшом пятачке где на мизматы собирать методом обмена все свои деньги просто но все свои монетка превратил в американские монетки и когда вот в итоге я потом все это там обменял договорился с товарищем он на бумажный доллар обменял привез домой мы принес домой отдал папе там порядка двухсот сорока долларов что-то что ли было а ведь помните советское время помогли посадить да папа давний подзатыльник это брал у меня деньги сказал что такое ну как что за откуда вообще я объяснил он говорит ну как-то это хорошо что у нас да да это хорошо эти грала как так и ну за так хорошо сработало ты понял что такое доллар и так далее но не надо этого делать но все равно не смог бы не ограничить следующий опыт был уже в 17 лет я закончил школу поступил в институт и в ереване открылся товарно-сырьевая биржа уговорил отца дать мне денег купить брокерскую контуру вот я за полгода буквально дал деньги обратно отцу это все было в ереване еще а это еще в ереване значит буквально там наследно в течение месяца когда я сюда приехал увидев что работу здесь промышленное предприятие созвонился с ереваном а там как раз один из близких знакомых был директором завода автопогрузчиков черницевани у него на складе стоял там порядка пяти тысяч автопогрузчиков госнаба уже не было погрузчики произвели не продали соответственно здесь заводы тоже были имели подряд этих погрузчиков но их никто не привозил здесь всего лишь была задача их оттуда забрать сюда привезти и соответственно вот на разницу заработать и на пиратовый капитал да 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 прям очень сильно заработал и буквально там через два-три года достаточно уже хорошо себя финансово чувство сегодня все твои проекты крутятся в принципе вокруг рекламы да да вокруг рекламы вот несколько лет назад я одновременно открыл еще несколько проектов но видим ошибся в людях потому что все три четыре даже проекта которые мы открыли я потом их закрыл потому что они на самом деле себя не окупили там у нас был значит плазма-кредит потом но не не банк скажем за это мы помогали выдаче кредитов и потихонечку с вами ходить рога с да да потребительским кооперативным с какое-то время не 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 сработало плазма то есть туристическая компания тоже как бы люди не те были подобраны рекламы было много народ шел уходил без покупок но и у нас еще был плазма монтаж это система видеонаблюдения монтаж сетей так далее так далее ну тоже как-то благополучно он умер то есть после вот этих трех проб и ошибок я понял что в первую очередь надо подобрать людей потом все остальное ну понятно то что там из пяти бизнесов один пошел это хороший результат считается для венчура ну как бы для начальных этапов бизнеса даже считается как бы одно предприятие заработать 20 если работала до для венчурных капиталистов кто вкладывается считается что это очень хорошо у тебя одно как из пяти до 5 это очень очень хороший результат что сегодня представляет собой твоя семья я поздно женился уже лет десять наверно убеждали что пора-пора-пора женился я в тридцать шесть лет в 36 лет сегодня мне 40 готовил обеспечение или гулял гулял скажем так жена значительно моложе меня закончила институт там ближайшее время выйдет из второго декретного отпуска я хочу ей тоже какой бизнес сделать под год чтобы она работала тоже не хочу чтобы она была домохозяйка хочу чтобы она и детьми занималась и скажем тоже не сидела дома каким-то бизнесом но мне очень свойственно восточным мужчинам и наоборот как старается как бы что в семья была жена домохозяйка воспитывает детей не свойственно я согласен но я немножко скажем так может быть взгляды более современные и на семью и на все прочее то есть я хочу чтобы она сама реализовалась чтобы она была тебе интересно да да чтобы она сама разошем она согласна с этим очень согласна ты она у меня по профессии рекламщик окончила специальность пиар и реклама в принципе я думаю что нибудь около плазмы какие-нибудь такие вот проекты дочерней компании да да что нибудь такой не мониторы но тоже что-то связано с рекламой пока думаем может быть какой-нибудь журнал будет может еще что-нибудь такое человек если имеет какие-то задатки то талант ну начало видно что он может быть талантливым да надо развивать эти таланты вот сейчас у меня например сын ульки два годика четыре месяца он мне у меня все шахматные фигуры знает оказывается до трех лет ребенок очень легко осваивать все дочки сейчас вот с пяти месяцев уже 6 месяцев занимаюсь ней потом со старшим сын улька с ней занимаемся разговариваем общаемся я понял что ты креативный не только в работе но и у себя в семье видимо будет так будет такой же вырастет креативное потомство спасибо за интересный рассказ вам спасибо уважаемые друзья когда будете в супермаркете увидите рекламу на мониторах вспомнить что я делал счастливый человек до свидания всего доброго